Казалось бы, вот уже все описал, все узнал. А новые сведения поступают, новую информацию добываю, новые архивы открываются. И вот сначала это была общая картина, то есть обзор общей трассы. А потом мне захотелось дойти до конкретных людей. Так раз за разом выходили все больше статей, альбомов книг. Книг из жизни, которые полные и реально раскрывают события тех лет и судьбы людей, портреты семей. Иван Ефимович более 30 лет изучает историю трассы мужества. На днях он получил с типографии очередную новую монографию. История воздушной трассы Фербенкск-Якутск-Красноярск рассказывает о роли трассы Аляска-Сибирь в развитии воздушного транспорта Якутии. И участие в нем якутян. Нам в наследство от трассы достались готовые, хорошо оборудованные аэродромы. А что еще важнее может быть, что здесь остались работать люди, которые имели уже большой опыт эксплуатации воздушных трасс, именно аэродрома эксплуатации. И еще один момент очень важный. Когда трасса закрылась, то якутскому управлению гражданской авиации бесплатно отдали 15 самых современных транспортных самолетов. Самолеты Си-47 были одними из лучших в мире. Они сыграли большую роль в послевоенном развитии хозяйства республики. И люди, которые остались работать на севере, составили Золотой фонд авиации Якутии. Первые заслуженные пилоты СССР – Кузьмин, Яковлев, Браташ, Сладко. Благодаря кропотливой работе Ивана Негенбли, их трудовая слава будет передаваться из поколения в поколение. В то время еще было много живых участников перегонки. Я успел с ними лично пообщаться, со многими переписывался, попросил у них воспоминания. То есть располагал я не только документами, приказами, отчетами всевозможными, но и живым свидетельством. Свидетельством о быте, как жили люди, как общались, какие трудности были. Это же очень важно для того, чтобы картину представить этого большого дела. На трассе Аляска-Сибирь главным промежуточным центром был Якутск. Это заложило начало большому строительству. В Якутске, Аймеконе, Хандыке, Витиме, Зырянке, Алдане, Алёкминске появились новые аэродромы. Далее эти большая база, самолеты, трудовая сила стали основой воздушного транспорта Якутии. Любовь Васильева, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.